Дорогие друзья, это видео ссылка. Ссылка на статью, то есть то, что делает JavaScript понятным. Значит, цель этой статьи, код мы разбираем в уроках в школе. Эта статья, она дает возможность систему изучения JavaScript, угла зрения JavaScript из трех шагов. В принципе, шаг первый, мы разбираемся в функциях трех языков, Python, Kotlin, GC. При этом наша основная задача выстроить в голове систему, относительно которой мы будем отслеживать работу JavaScript. Потому что она совсем иная, чем у других. Но если у нас вообще никакой системы не будет в голове, то мы будем постоянно путаться. Следующее. Если вы, допустим, откроете документацию, приближенную к JavaScript, хотя она слабенькая, но в принципе дает понимание, да, на Mozilla, то, скорее всего, здесь это будет, такие понятия, как контекст, зона видимости, то есть область видимости. Но, скорее всего, новичок их 100% упустит. Что там говорить? Я, допустим, несколько лет считал, что мне достаточно понимать область видимости, а остальное все не так важно. И постоянно, что было? Постоянно какое-то непонимание. Делаешь одно, работает по-другому. Так вот, оказалось, что есть очень большое количество опытных разработчиков, которые тоже несколько лет считали именно так, что, в принципе, достаточно, но вроде как понимаю. Но когда приходит ясность? Вот эта статья как раз, она и дает понимание о ясности. То есть, на что надо обратить внимание, прежде чем дальше изучать JavaScript? Первый пункт нам понятен. Это функции. Разобрались. Почему? Потому что функция – это основа строительства кода на JavaScript. Но дальше мы можем работать с функцией, переменами, но пока в голове не будет четко расставлено двух понятий. Это понятие области видимости и области контекста. И пока вы это не будете видеть в коде, JavaScript будет работать себе. Считайте, что вы работаете с завязанными глазами. Никогда у вас будет все приблизительно. Но всегда будет вот это белое пятно, которое будет вас точить. Почему? Вот вроде я делаю так, вроде понятно, а результата нет, либо undefined, либо выдаёт, что значение определено. Вот иными словами, вы делаете одно, язык выдаёт другое. Вот в этой статье я рассказал, ещё раз говорю, код в уроках. Я сейчас не хочу путать. Я хочу, чтобы вы в голове сформировали о угол зрения, на что обращать внимание. Вот как посмотреть на JavaScript? Если думать, вот допустим, приходит человек там с Java, да, языка, и всё. Если он не сталкивался с JavaScript, то у него тормоз. Потому что когда он, допустим, доходит до слова ключевого, зис, до слова ключевого зис, то у него раздрайв. Там в Java было всё понятно. Зис делал выбор между какими-то двумя объектами метода. Всё, всё чётко. Здесь всё становится на голову. Нет, не на голову. Всё дело в том, что так задуман JavaScript. И это в JavaScript является основной ключевой концепцией. Именно, именно в чём мощность JavaScript. А мощность в том, что функция может быть адаптирована под разные контексты. И здесь для вас важно, чтобы было чёткое разграничение области видимости, а они здесь разные, и контекст. То есть, что к чему относятся. Я в статье описал. Заложите эти понятия, а потом, кому интересно, можно разобрать в школе, либо разберите самостоятельно. Но самое интересное, как только вы разграничиваете данные понятия, вам, у вас приходит ясность. То есть, теперь ваш код является работающим ожидаемо. И потом это начинает считываться моментально. Вы это не найдёте в других языках. Это есть только в JavaScript на данный момент я вижу. Других я не вижу. Потому что, либо для вас это общие понятия и путаница, либо вы это видите в коде. Всё, пожалуйста, прочитайте статью. И здесь я дал ссылки на уроки. Полный вперёд. Сайт школы spb.retout.ru Обратите внимание.